операция березина является в советской истории так и в истории всех разведок мира как образец успешной радио игры с противником лучший по внедрению двойных агентов тыл врага нанесшая значительный ущерб оставшись нераскрытой до конца всем привет вы на теев шоу и мы начинаем лето 44 года советскими войсками была проведена образцовая наступательная операция багратион результатом которой стал почти полный крах немецкой группы армии центр немцы оставили минск практически полностью бежали из белоруссии и поспешно отходили к советской германской границе незадолго до наступления на одном из совещаний где присутствовал начальник управления контрразведки смерш товарищ абакумов иосиф вассарионович предложил одну идейку суть замысла заключалась следующим пользуясь неразберихой и провалом немцев на огромном участке восточного фронта а также попадание в окружении крупных соединений противника создать у немцев видимость что в тылу советских войск все еще действует очень крупные соединения партизан устраивает диверсии пытается прорваться к своим товарищ абакумов поручил проработку и реализацию такой операции легенде советской разведки павлу судоплатова который уже к тому времени провел немало успешных операций как в довоенное время так и в ходе войны с нацистской германией и отлично себя зарекомендовал для операции были выбраны леса в окрестностях белоруссии местах дислокации группы смерш кратчайшие сроки был разработан и запущен план действий под названием березина для начала и вовлечения немцев в игру было решено использовать надежный контакт которым был александр петрович демьянов наш разведчик которого немецкий обвел давно считал очень успешно завербованным и заброшенным наш тыл своим агентом александр петрович числился в обвере под рабочим псевдонимом макс в конце августа сорок четвертого года макс сообщил немцам что в районе березины дислоцируется крупное партизанское соединение немцев численностью более двух тысяч человек по главе с подполковником вермахта генрихом шархорном тут следует отмотать немного назад начале лета сорок четвертого года подполковник шархорн был успешно завербован сотрудниками нквд в лагерях немецких военнопленных немцы клюнули на эту приманку и начали очень живо интересоваться судьбой отряда для установления связи и обнаружения местонахождения части обвером были высланы радисты которые были быстро пойманы обезврежены и перевербованы нашей разведкой группа фальшивых партизан под руководством полковника шархорна и агента макса имела в распоряжении только пару завербованных радистов которые регулярно отчитывались берлин о том как доблестные немецкие герои проводят успешные операции советском тылу о том как им тяжело и не хватает боеприпасов провизии людей а немецкой части призраки в тылах проклятых коммунистов узнал даже гитлер поручив лично австрийскому эсэсовцу отто скорцени следить за судьбой полковника шархорна и разработать операцию по их спасению которая в дальнейшем получила название волшебный стрелок желание спасти отважных героев которые уже около года атакуют советский тыл и режет коммуникации красной армии привели к тому что поставки провианта людских и материальных ресурсов только увеличились даже была попытка прорваться к отряду шархорна но наши разведчики всегда знали где встретить врага и были отлично осведомлены о действиях немцев за подвиги тяжелую борьбу и упорные бои советских тылах командование вермахта повысила генриха шархорна и присвоила ему высшее звание бригадного генерала и наградила рыцарским железным крестом в берлине его считали героем который воюет до конца и верен фюреру до гроба в то время как шархорн сидел в тепле пил компот ел сухой паек и передавал радиограммы составленной советской разведкой до самого конца войны немцы как могли помогали шархорну его отряду отсылая ресурсы и забрасывая своих агентов последняя радиограмма получена из берлина датирована 5 мая 45 года с тяжелым сердцем вынуждены прекратить оказание вам помощи на основании создавшегося положения мы не можем также больше поддерживать с вами радиосвязь чтобы не принесло нам будущее наши мысли всегда будут с вами кому в такой тяжелый момент приходится разочаровываться в своих надеждах немецкое руководство и прославленный адвер так и не узнали что не существовало никакого партизанского отряда и о завербованном полковнике под прикрытием агента макса что их водили за нос больше года отнятых ресурсов и сил хватило внести вклад в успешный исход войны возможно кто-то до последнего надеялся что истинный ариец шерхорн прорвется в берлин и повернет ход войны кто знает